Добрый день, Филипп, рада нашей встрече, и наши участники будущего семинара подготовили несколько вопросов. Я рада вас сказать, что на следующем семинаре готовят несколько вопросов. Я очень рада быть здесь. И первый вопрос будет таким. Многие из участников семинара «Быстрые цели» говорят, что это одна из лучших систем по достижению целей в мире. Разделяете ли вы такое мнение, и если да, то почему вы так думаете? Я тоже думаю, что это лучшая система достижения цели в мире. И почему я так думаю? Потому что это действительно очень простая система. Ее очень просто использовать и практиковать каждый день. И она может дать именно те результаты, на которые ты рассчитываешь. Вот эта техника, которую мы используем, которая называется «10 пальцев», она настолько простая, что вы можете уделить просто 10 минут утром. То есть вам не нужно менять всю вашу жизнь для того, чтобы иметь возможность практиковать вот эту систему. Потому что большинство людей не имеют достаточно времени, как полчаса или даже час, чтобы использовать какие-то техники. Практикующие систему «Быстрые цели» могут это делать в течение 50 минут в день. И техника также очень простая и эффективная, что практикующие видят результаты из одной аппликации техники. И эта техника действительно настолько простая, что человек, который ее использует, видит результаты от одного использования, от одного раза делания этой техники. То есть эта техника вам не нужно ждать несколько месяцев, прежде чем вы увидите результаты ее использования. Те, кто практикуют эту технику, эту систему, видят результаты от одного использования. То есть они делают один раз технику и уже видят изменения в своем состоянии, в своем отношении к цели. И они видят, что с каждым разом применения этой техники они приближаются к своей цели. И я также рассказываю, что это лучшая система для достижения цели в мире. Я на протяжении последних 10 лет, как я учил своей системе, я говорил, что это лучшая система для достижения цели в мире. И ни разу ни один человек мне не сказал, что есть еще что-то, что лучше. А большинство участников моих семинаров это коучи, тренера, практикующие различные системы. То есть они действительно знают, о чем они говорят. И большинство этих профессионалов, они действительно хотят использовать профессиональный тренинг и начинают практикать эти техники с их клиентами. И большинство этих коучи-тренеров проходят профессиональный тренинг по моей системе, потому что они действительно хотят начать использовать эту систему со своими клиентами, чтобы получать лучшие результаты. Они видят результаты от использования этой системы и техники сами для себя, и это причина, почему они хотят использовать это со своими клиентами. И я действительно думаю, что это лучшая система достижения целей в мире, но если у кого-то есть другая информация, я хотел бы узнать про эти другие системы, которые могут быть лучше. Потому что я хотела бы тогда их сам изучить. Хорошо, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. И Филип, тогда следующий вопрос. Могли бы вы рассказать о результатах студентов, которые вас наиболее вдохновили, вдохновили или поразили? Could you tell us about the results that your students had, the most inspiring ones? I have completed my new book about it, and I have completed this spring home study video course, and because of that I have received a lot of new testimonials in something like in the last few months I have got a lot of really, really good testimonials. Я закончила свою книгу и онлайн-курс этой весной, и из-за этого я получила очень много отзывов и откликов от студентов, от тех, кто изучал систему. И среди вот этих отзывов, три человека создали бизнес, который стоит более миллиона долларов. И я думаю, что там больше таких людей, но это вот три человека, которых я знаю лично, которые послали мне свои отзывы, и они привели конкретную информацию, как в этих отзывах. На последнем онлайн-семинаре, который я проводил в октябре прошлого года, был участник, который занимается онлайн-интернет-бизнесом. И через две недели после завершения курса, он мне послал свой отзыв, в котором он говорил, что его доход увеличился в 16 раз. Его изначальный доход был 500 долларов в день, и его доход в 2 недели было 8-10 тысяч долларов в день. А через две недели после курса, его доход увеличился от 8 до 10 тысяч в день. И его отзывы, он записал отзыв, который есть на YouTube. Его зовут Тони Вэнг. Его зовут Тони Вэнг. Like W-A-N-G. And if you search YouTube for Tony Wang and Quick Goals, you will find his testimonial. Чтобы найти его testimonial, вам нужно набрать на английском в YouTube «Тони Вэнг» и «Quick Goals». То есть, если вы просто выберете «Тони Вэнг», вы не найдете, потому что там будет несколько тысяч результатов для этого имени. А если вы добавите «Quick Goals», тогда будет все хорошо. И я сейчас готовлю страницу на моем сайте, где будут опубликованы все последние отзывы, от 20 до 30 отзывов, видео, текстовые отзывы. Интересно, что на первом семинаре «Быстрые цели», который я провел в Москве в 2012 году… И на семинаре было 35 участников, и 28 из них были люди, которые практиковали «Духовный выбор». «Духовный выбор» — это предыдущая версия моей системы, в которой использовалась другая техника. Из этих 28 участников, все 28 достигли, которые работали на базовом курсе. И все вот эти 28 участников достигли своих целей, с которыми они работали на базовом курсе. И они все хотели рассказать про те результаты, про те цели, которых они достигли. И это было похоже, как будто это рекламная какая-то акция, а не реальный, не настоящий семинар. Например, участники на следующем работе «Быстрые цели» — «Быстрые цели». На этом семинаре «Быстрые цели» участники используют технику, которая намного проще для использования. И благодаря этому намного проще практиковать и саму систему, и достигать целей. Намного большее количество людей, процент людей достигает своих целей с быстрыми целями, чем это было с духовным выбором. Это все, что я хочу сказать об этом. И вот это все, что я хочу сказать об этом. Спасибо, Филипп. Отчасти ответили на следующий вопрос. В чем отличие «Быстрых целей» от духовного выбора? То есть, правильно я поняла, что «Быстрые цели» намного проще, быстрее и легче строить повседневную жизнь. Это истинные цели. Да. То есть, Вы говорили, что «Крик Голос» — это очень легче системы с «Быстрые цели» для того, чтобы работать с духовным способом. То есть, что это полезная истинка, что есть другая техника, или что есть другая? То есть, это полезная истинка. Это полезная истинка. Это полезная истинка для того, чтобы идти в более старых целей. но специальные способности, в которых вы используете эти техники, тоже разные. То есть основное отличие, да, это техника, основная идея в обеих системах одна и та же, но то, как мы используем какие-то элементы, немножко отличается. Духовный выбор, это действительно работающая система, но она требует намного больше времени и энергии для того, чтобы ее практиковать и достигать при помощи ее своих целей. Быстрые цели намного лучше, как система для самосовершенствования или как система для достижения цели, потому что ее намного проще использовать. Филипп, а могли бы вы рекомендовать посещение семинара, который будет в октябре, людям, которые были в 2012 году? Есть ли какие-то отличия от того семинара? Может быть, что-то новое вы привнесли? Вы рекомендовали, чтобы участвовать в следующий субъект в России, которые были в последний субъект в России, в 2012? Есть ли какие-то отличия от прошлого курса? Есть небольшие изменения в системе, но если они действительно используют системы эффективно, то они не должны обратиться к работе. На самом деле в системе есть небольшие изменения, но если они сейчас применяют эту систему с хорошими для себя результатами, то им не нужно приходить на этот семинар. Некоторые практичники очень любят приходить к работе и использовать технику для двух дней на важный цель, хотя они знают целый систем. Но есть люди, участники, которые приходят на семинары, независимо от того, что они сами очень хорошо используют технику самостоятельно, просто для того, чтобы провести два дня, работая над своей целью. Да, когда вы практикуете самостоятельно, вы вряд ли сможете уделить этому два полных дня. Вы используете это за час или два, и тогда вы делаете разные вещи. То есть вы используете это, может быть, максимум час или два, но потом вам нужно делать другие дела. Но если у этих участников есть какая-то действительно важная для них цель, то, возможно, они получат очень хорошие результаты просто из-за того, что они будут присутствовать два дня на семинаре, иметь тренера, который сможет помочь ответить. И для тех, кто уже участвовал в семинаре «Быстрые цели» до этого, мы дадим скидку. Хорошо, спасибо большое, я думаю, это будет очень интересно. Спасибо, это будет интересно. Такой вопрос был от наших участников. Гарантируете ли вы, что я достигну своих целей? Некоторые партисменты скажут, что вы гарантируете, что они получат свои цели? Ну, это не может гарантировать. На самом деле, никто не может это гарантировать. Это очень зависит от того, какая цель, с которой вы работаете. Насколько серьезно вы практикуете систему? Что за цель и насколько серьезно? Например, если вы поставите цель, чтобы у вас увеличился счет в банке на 10 миллионов в течение двух часов, а сейчас у вас доход 100 долларов в месяц. Я очень буду удивлен, если вам быстрые цели помогут достигнуть этой цели. Это система, которая помогает вам найти самый идеальный образ действий для того, чтобы достигнуть вашу цель в материальном мире. Это не магический система, которая позволяет вам, не поможет вам преодолеть законы материального мира. Это система, которая позволяет вам найти наиболее благоприятный образ действий для достижения вашей цели. Вы будете знать, какой конкретно способ и путь для достижения вашей цели. И вы, благодаря этой системе, приведете в себя состояние, в котором вы будете наслаждаться процессом достижения своей цели и всеми действиями, которые вы будете делать для этого. Но если ваша цель будет достигнута, это зависит от того, какой цель вы получили. То есть, будет ли ваша цель достигнута, зависит от того, какую цель вы поставите. И насколько быстро эта цель будет достигнута, тоже будет зависит от того, что это за цель. Да. Спасибо. Филиппа, тогда такой вопрос. Какими целями чаще всего идут люди на семинар? Какие цели чаще всего вы встречаете у людей? Какие цели чаще всего выращиваются на вашем вебинаре? Когда я рассказываю о результатах, я часто часто даю финансовые цели. Но это не то, что очень важно. Я использую эти примеры, потому что они так легко квантифицированы. Но почему я так делаю? Потому что вот эти результаты, они наиболее что ли очевидны, их легче показать, посчитать. Но на самом деле участники достигают всех различных вариантов целей. Много людей, которые находят работу своей мечты. Или находят партнера, мужа, жену. Или улучшают отношения в семье. Например, один из тренировок, который работает по моей системе, у нее за последнее время было три или четыре клиента, клиентки, которые забеременели, а до этого у них была проблема с этим. Один из моих клиентов публиковал свою первую книгу. Я работал с клиентами, которые профессиональные спортсмены, и они достигали очень великолепных результатов от использования этой системы. То есть неважно, что у вас за цель, вот любая цель, про которую вы сейчас можете подумать, она может быть достигнута при использовании этой системы. И возможно, что кто-то прямо сейчас достигает этой цели благодаря быстрым целям. Спасибо. Такой был еще вопрос от одного из участников. Должен ли я верить в технику, чтобы она работала для меня? Вам не нужно верить в технику? То есть хорошая вещь про эту технику, это то, что она работает независимо от того, верите в ее эффективность или нет. То есть просто если вы делаете вот эту технику так, как ее рекомендуется делать, то вы будете достигать результата. И на самом деле это естественно иметь сомнения, сработает это или нет. Это очень хорошая вопрос. Это действительно слишком хорошо, чтобы быть правдой. Слишком хорошо для правды. Потому что то, о чем я говорю, очень естественно вызывает вопрос, что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. Слишком хорошо для правды. Да, и я понимаю, что если вы, как я, вы видели и читали, наверное, больше, чем один книг, который предупреждает практически все же вещи, которые я говорю сейчас. То есть если вы такой же человек, как я, то вы наверняка прочитали хотя бы одну книгу, которая обещает похожие результаты, похожие на те результаты, о которых я сейчас говорю. Или, возможно, вы участвовали в каком-нибудь семинаре, где тренер обещал что-то подобное. И обычно вы разочарованы. То есть, возможно, это очень хорошая теория, но нету никаких конкретных рекомендаций, что делать для того, чтобы практиковать это, чтобы использовать это в реальности. Или, возможно, это работает в одной области жизни, но не работает в другой. Или это настолько сложно для использования, но с быстрыми целями у вас будет другой опыт. То есть быстрые цели работают, и работают очень просто и быстро. Вам не нужно будет ждать три месяца для того, чтобы вы увидите результаты, что это работает. Вы увидите результаты прямо с начала самого. И техника работает независимо от того, верите вы в это или нет. То есть вы можете делать все упражнения системы, находясь при этом в сомнении, и все равно вы будете достигать результата. То есть, если у вас есть сомнения, это вполне естественно, и вы можете позволить себе иметь эти сомнения. Система работает независимо от того, есть у вас сомнения или нет. То есть вы можете иметь свои сомнения до тех пор, пока вы не увидите, что техника и система действительно работают. Но, конечно, здесь есть небольшое «но». Система и техника – это всего лишь инструмент. Чтобы получать результат, вы должны использовать их. То есть, если вы не будете использовать это так, как должно быть использовано, вы просто будете думать, что я знаю, что мне нужно делать, но вы не будете получать лучшие результаты. То есть, чтобы получать какие-либо результаты, вам нужно использовать эту систему. Спасибо большое, да. Филипп, я могу сказать, что я встречаю многих людей в своей среде, которые работают с компаниями. И они используют быстрые цели для личных целей. И от них поступил такой вопрос. Можем ли мы использовать эту систему в корпоративном формате? Знаете ли вы такие примеры? Я работал с несколькими компаниями сам, самостоятельно. Но если вы посмотрите, если вы посмотрите, как бы если вы знаете, что это за система, вы знаете, что эта система создана для индивидуальных целей. То есть, если вы хотите использовать ее в корпоративном формате, вам нужно будет некоторые части системы изменить для этого. То есть, когда я применял это с компаниями, я работал с руководителями компании или с топ-менеджерами компании. Мы изменили некоторые части этих инструментов системы для того, чтобы люди на других уровнях корпорации тоже могли использовать. То есть, чтобы использовать это с большим количеством работников, нужно просто немного модифицировать систему. Будете ли вы рассказывать об этом на семинаре в октябре? Потому что многим это интересно, именно как работать с компаниями. Вы можете рассказать об этом на семинаре в октябре? Нет, это будет просто основная семинар для использования для индивидуальных целей. Нет, семинар в октябре будет только для использования системы в личных целях. Хорошо. Хорошо. Тогда, Филип, расскажите, пожалуйста, поподробнее про семинар, который будет в октябре в Москве. Мы вас ждем, готовимся. Можете несколько слов сказать о нем? Это будет семинар, на котором все участники изучат и будут способны использовать на мастерском уровне систему быстрые цели. Вы выберете цель, с которой вы будете работать важной для вас, и во время семинара вы устраните все внутренние конфликты, которые связаны с этой целью. И вы увидите, какой наилучший способ для достижения этой цели в материальном мире. То есть, другими словами, вы устраните все конфликты и увидите, какой наилучший способ для достижения вашей цели. То есть, это не только два дня в workshop, чтобы научить технику и потом использовать ее позже для каких-то ваших целей, но вы его используете на практическом, очень важном цели, который вы имеете в тот момент. То есть, этот семинар не будет семинаром, на котором вы изучите теорию, а потом будете использовать ее после. Это будет семинар, на котором вы уже будете работать все время со своей целью. И параллельно вы изучите и технику, которую вы будете использовать потом, после семинара, для каких-то своих других целей. Но для цели, с которой вы будете работать на семинаре, вы на ней уже примените все инструменты, все техники, системы, и будете способны работать над ней дальше после семинара. Хорошо, спасибо. В двух словах, можно сказать про первый базовый модуль первые два дня и вторые два дня, в чем их основное отличие? Вы можете рассказать больше про базовый курс и мастер-курс? Какая разница между ними? Все, что я сказал до этого два дня, это было все про базовый курс. И вторые два дня – это как подготовить и тренировать коучи, чтобы использовать быстрые цели для своих клиентов. Следующие два дня мастерского курса – это два дня, на которых коучи и тренера изучат, как использовать систему «Быстрые цели» для своих клиентов, в работе с своими клиентами. Это будет для индивидуальной работы с клиентами. Для тех, кто хочет работать с группами и обучать быстрым целям на семинарах, для этого существует отдельный семинар. Участники вот этих двух дней для коучей, они получат сертификаты. Которые подтверждают, что они могут использовать систему «Быстрые цели» в работе с индивидуальными клиентами. То есть, есть еще другие уровни сертификации, они получат уровень вот этой сертификации для использования системы с клиентами и с индивидуальными клиентами. То есть, участники вот этих двух дней для коучей получат сертификаты, которые позволяют им использовать систему для работы с индивидуальными клиентами. На этом тренинге они изучат все самые важные моменты, которые важны для использования системы с индивидуальными клиентами. Но также на этом семинаре мы уделим внимание тому, как в целом и в общем работать с клиентами, не важно, какую систему вы используете. Какие вещи важны для того, чтобы коуч-сессия была успешной? Как вам нужно общаться, взаимодействовать с клиентом? Как организовывать сессии? И как поставить цели, задачи на каждую сессию и так далее? Это очень полезная информация для того, как работать с индивидуальными клиентами. Но также на семинары приходят часто участники, которые не собираются использовать систему быстрые цели в работе с клиентами, а просто сами хотят изучить ее на более глубоком уровне. Но основная идея, задача этих двух дней – это для коуча научиться использовать эту систему в работе с клиентами. Спасибо. Спасибо. Понятно. Был последний вопрос, но Филипп на него уже ответил, в чем отличие предстоящего семинара от предыдущих. Но, как мне кажется, Филипп достаточно подробно уже рассказал. Да. Есть одна вопрос, но я думаю, что вы уже ответили, что вы уже ответили, что вы уже говорили. И я думаю, что вы уже говорили. Да. Мы говорили об этом в начале. Так что это примерно одинаковое, как мы делали в октябре 2012 в Москве или в сент-петербурге 2014 в Сент-Петербурге? Ну, этот семинар, в принципе, практически такой же, как семинар, который был в Москве в 2012 году и семинар, который был в Санкт-Петербурге в 2014 году. То есть есть небольшие изменения, но в целом это такой же семинар. Но я думаю, что для тех, кто использовал духовный выбор, люди, которые не изучали еще быстрые цели, я думаю, что у них будет очень много ценного, если они придут на этот семинар. Потому что практиковать эту систему намного проще и у вас будут гораздо более быстрые результаты, чем у вас были с духовным выбором. Спасибо. И последний вопрос от меня, можно не под запись, просто, как мне кажется, он тоже важный. У любого метода, каким бы он хорошим и рабочим не был, а я знаю, что система быстрой цели рабочая, потому что я сама ее прошла и сама достигаю результатов, есть некоторые ограничения. Вот, Филипп, на ваш взгляд, какие границы применения метода вы видите, да, то есть возможно, с какими целями вы не рекомендуете работать или, ну, как границы применения метода, я не знаю, как сформулировать. Из моего взгляд, все же все же системы, не только как хорошие системы, все же системы, могут быть с ним лимитации. То есть, если вы видите какие-то лимитации на Крик-голы системы или какие-то голы вы не рекомендуете использовать или какие-то люди, или что-то. Я думал, что я тоже ответил на эту вопрос, когда ты говоришь о том, что я могу гарантировать результаты. Я думаю, что я уже частично ответил на этот вопрос, когда я говорил про то, что я не могу гарантировать достижение результатов. Если вы работаете, что физически это возможно достигнуть в вашей реальности, то тогда быстрые цели помогут вам в этом. Но система улучшает ваш образ действий в той области, в которой находится ваша цель. Но, естественно, есть ограничения физической реальности, в которой мы все живем. Например, этот клиент Тони Вэнг, про которого я вам говорил, что он увеличил доход в 16 раз, и чей отзыв я рекомендовал вам посмотреть на YouTube? Он увеличил свой доход в 16 раз, в течение двух недель. Я, скорее всего, не смог бы достигнуть такого результата. Потому что моя реальность и мой способ зарабатывания денег отличаются от его. Мои цели отличаются от его целей. И это, наверное, не возможно для меня. Может быть, я могу сделать это, если бы у меня очень глубокий нужд, чтобы сделать это. То есть для меня, скорее всего, такая вот шейд была бы невозможной, недостижимой. Возможно, что я смог бы что-то сделать, если бы не очень-очень было это нужно. Но я могу сказать, что у меня бы не получилось настолько увеличить свой доход в такие сроки, как у него. Потому что моя реальность и способ, как я зарабатываю деньги, отличаются от того, как это у него. То есть в моей реальности улучшение поведения, улучшение действий не приводит вот к таким результатам. Я думаю, что это вот и есть ограничение системы. Хорошо, спасибо большое за ответ. Спасибо за ответ. На этом вопросы все. Все мои вопросы закончены. Окей. Я нажимаю «Завершить онлайн-трансляцию». Окей. Филипп, спасибо за конверсацию. Спасибо, Филипп, за разговор. Пожалуйста. Да, и хочу сказать, что мы очень ждем в октябре 24 по 27 число. Я тоже. Да, до свидания. До свидания. До свидания. Окей. Bye-bye. Информация. OK, спасибо. sea Riverbank. Продолжение следует...